приветствую вас любители вкусного и интересного рад видеть вас на канале дворослава 13 если мы видим трехлитровую банку значит однозначно на канале тема настоек и сегодня мы будем делать одну из моих самых любимых настоек это хреновуха вот они корешки хрена ядреные хорошие свежевыкопанные в деревне но обратите внимание у меня с хреном происходит что-то необычное да хрен почищен хрен помыт хрен рекомендуется всегда мы но он на нитке и зачем я это сделал есть у меня один кулинарный алкогольный товарищ канал свой среди своих и у него просто колоссальное количество различных ликеров настоек наливок и всего что только можно придумать на эту тему достаточно давно дружим общаемся и вот он является таким огромным сторонником популяризатором такой темы в настойках как висельник что такое висельник это метод настаивания в обычной стеклянной банке на алкогольной основе но когда продукт мы не отправляем купаться в алкоголе и отдавать ему вкус цвет аромат а просто вот таким вот образом на нитке над алкоголем подвешиваем за счет того что как бы в замкну пространство мы получаем то наш продукт который висят над алкоголем отдают свою ароматику внутри объемы и распределяются по алкогольной основе при этом не получается никакой не муки не взвесе гораздо проще и сокращает время фильтрации в плане очистки дальнейшего продукта цвет получается несколько иным не таким насыщенным и ядреным как мы зачастую привыкли и вот я сегодня сделаю настойку висельник на хрени или хреновуху методом висельника и сравню ее по вкусу с настойкой хреновуху которую вы многие из вас уже попробовали которым многие из вас она понравилась выкладывал я ролик в прошлом году оставлю ссылку на него в описании данного ролика это классическая хреновуха самый мой любимый вариант хреновухи я делаю ее методом и прямого настаивания и методом су-вида и вот по итогам ролика сравним три напитка и посмотрим что как в итоге мы выберем хотя я метод висельника уже опробовал и результат достаточно интересные ну что ж друзья мои начинаем начинаем первым делом я беру соответственно хрен чищу мою его и подвязываю на нитке можно сделать это с помощью зубочистки проткнув зубочисткой и закрепив можно просто плотно плотно обмотать ниткой все раскладки будут в описании ролика и в первом комментарии как всегда ничего не упустите второй ингредиент это друзья мои острый перчик в идеале это должен быть свежий перец и лучше братья часть которая вот хвостик без семечек хвостик кончик ну то есть не откуда он растет а где заканчивается перец но сейчас уже не сезон покупать там по 700 800 рублей я не вижу никакого смысла перец чили поэтому использовать буду сухой перец в принципе он дает тоже хороший отличный вариант этих пряностей чисто для меня недостаточно я буду в данной настойке использовать перец черный перец душистый и одну гвоздичку вот гвоздика мне здесь нравится она не доминирует но она как бы дополняет напиток делать его более гармоничным если у вас не приязнь гвоздики можете ее не класть но скажу вам шепотом и по секрету когда люди пробовали мою хреновуху сделано классическими методами все говорили классно чудесно и замечательно и даже те кто не любит гвоздику до тех пор пока они не знали что там гвоздика есть им все нравилось потом они резко начинали ее чувствовать когда я говорю но тут же есть гвоздика которую ты никогда мне никуда не разрешаешь класть психология в мозгу что-то срабатывает а гвоздик я ее не люблю значит все а до этого момента при слепой дегустации человек гвоздику не чувствует вот такой вот момент перцы и гвоздику я на сухой сковородке где-то одну минуту сейчас проколю для чего это нужно это нужно для одной простой цели чтобы они максимально начали отдавать эфирные масла то есть при нагреве они начинают отдавать эфирные масла и гораздо быстрее и гораздо лучше вся ароматика перейдет в нашу алкогольную основу алкогольная основа у меня является сортировка разведенной до 42 градусов здесь же вы можете соответственно использовать и классическую белую казенную водку все будет также хорошо и замечательно и так перцы и гвоздика я проколил и просто марля в два слоя такой вот кулечек гомоночек кошелечек как не назовите завязал в марле и теперь максимально быстро отправляем все это дело в банку для настаивания задача наша какая сейчас разместить все компоненты в банке чтобы они не касались алкогольной основы и 2-3 сантиметра зазора бы между ними было что делаем подвесили нитку обматываем вокруг горлышко там слоя 456 максимально возможное чтобы хорошо держался продукт что я еще делаю для дополнительной фиксации придерживаем контролируем и вот просто липучкой вот так вот старайтесь сделать так чтобы у вас хватало там на 5-6 оборотов нитки чем плотнее чем лучше вы обмотаете горлышко банки тем больше шансов что у вас ничего никуда не упадет но я вот предпочитаю использовать еще для контроля дополнительной липучки может быть скотч может быть вот мне удобнее вот такими термоэтикетками прилеплять сюда к банке может быть как я еще просто непродвинутый пользователь а вот товарищ мой канал свой среди своих очень успешно и эффективно просто обматывает нитку вокруг банки и дальше максимально максимально плотная крышка вот там самую тугую самую какую только не найдете тугую крышку берете получается вот такая вот конструкция теперь я думаю вы понимаете откуда и почему она называется висели то есть все наши продукты которые мы будем настаивать на алкогольной основе висят как бы вот в воздухе над алкоголем висельники хреновый висели что из этого получится я узнаю дней через 10-14 и данный напиток не нужно дергать теребонькать куда-то постоянно его перемешивать сравнение с классическими настойками то есть его вот в таком виде аккуратненько в дальний уголок и убрали все с глаз долой на две недели не трогаем встретимся на дегустации и проверим что же получилось в итоге ну вот и прошло две недели у меня буквально пролетели они в суете и как вы заметили пропала борода да друзья мои на улице уже скоро конец декабря у нас морозов не было снегом еще и не пахло уже на следующей неделе карачун снега все нет и нет поэтому пришлось прибегать кардинальным метров вот надеюсь сбрыл бороду и наступит наконец-то долгожданная зима давайте переходить к дегустации если обратили внимание у меня налито две рюмочки в первые рюмки это хреновуха методом висельник сделано по цвету надеюсь камера передает цвет цвет слегка слегка такой как как вот у разбавленного белого вина такой очень не яркий но и не белесый прозрачный фильтровалась абсолютно легко точнее там и фильтровать было нечему напиток был абсолютно прозрачный я его как-то вот уже традиционно просто через четыре слоя марли пропустил но там вообще нечем было фильтроваться и теперь по ароматике данного напитка яркий очень насыщенный аромат хрена хрен вот вот больше сказать ничего хрен и терпкость такая все больше нет как вот аромат приятный прям вот сразу захотелось взять какого-нибудь там холодца студни чего-нибудь такого или котлетку зацепить прям вот вызывает аромат однозначно слюноотделения и желание есть то есть это напиток не под употребление просто вот так вот это напиток явно под хорошую мясную закуску прям хренок хренок яркий чистый а вот второй вариант это классическая в моем случае хреновуха методом прямого настаивания она конечно отличается ссылку на ролике оставлю в описании потому что хреновух при великое множество но вот это вот с моей точки зрения топовый вариант здесь в отличие от данные хреновухи есть немного имбиря и чуть-чуть меда цвет обратите внимание гораздо более желтый цвет так вот для сравнения две рюмочки до 1 практически прозрачная вторая уходит в небольшую желтизну ароматика тоже хрен но он более знать такой вот округлый более сбалансированный все-таки мед помогает сделать более скругленным более таким мягким напитком но до напитки очень похожи по ароматике но вот этот мне кажется более такой резкий вот так в классическом варианте более смягченный но не совсем корректных будет сравнивать вот так вот напрямую потому что составы все-таки отличаются ну что же давайте будем пробовать пробовать я буду конечно же с хреновухи методом висельник кстати друзья мои вот кому интересных технология разных настоек имитации напитков методом висельник ссылку в описании ролика я оставлю на канал евгения свой среди своих кулинарии зайдете к нему посмотрите у него просто неимоверное количество напитков именно методом висельник ну что ж пробуем за вас друзья хороший напиток прекрасный напиток но вот рука тянется закусить такой или слегка обжигающий не как перцовка вот именно хреновостью своей ядреностью но при этом она приятно очень раскатывается по организму моя вина не взял совсем закусочки никакой вот вот такая беда часто свяжу рецепторы и попробую второй вариант за вас друзья с наступающим вас новым годом пусть в новом году у вас все будет хорошо пусть присутствует с вами удача будьте здоровы здоровья вам здоровье еще раз здоровья за вас друзья хорошо вот вторая хреновуха методом привода настоя но отличная по составу она заходит более мягко все-таки мед мед смягчает напиток смягчает его делает его более таким гармоничным и позволяет наверное раскрыться лучше даже хрена я бы сказал и имбирь здесь есть имбирь то есть остринка получается она вот жгучесть от хрена такая ядреность от хрена я вот так сказал и остринка от имбиря вот она получается чуть-чуть интереснее мне кажется но и этот напиток и этот однозначно имеет право на существование те кто любит более таким мощные резкие напитки вот хреновуха методом висельника зайдет идеально вот просто идеальнейшим кто любит более гармоничные напитки до жгучий до ароматной тоже вызывающий аппетит очень сильно но чуть-чуть скругленный то есть такая острота и ароматика именно вот сбалансированное медом и имбирем тоже то такой вот вариант я сейчас в эту хреновуху добавлю 10 грамм меда на литр напитка дам еще два-три денька постоять и я думаю мед тоже здесь чуть-чуть сделать ситуацию более такой смягченной более интересной с моей опять же точки зрения вот такой вот ролик друзья получился а если видите вот стоит сувит а вот есть у меня здесь баночки я как обещал сейчас буду снимать ролик о самых быстрых настойках настойках методом сувит и в этом ролике я проведу еще два эксперимента с хреновухами будут интересные эксперименты так что кто впервые на канале непременно нажимайте на колокольчик и на подписку чтобы в следующую пятницу не пропустить новый интересный ролик до новых встреч друзья пока пока скоро увидимся чем